Зара Демидова Я готовилась Пойдемте Сюда Наша беседа сегодня проходит в преддверии дня рождения вашего театра Хочется поздравить вас Спасибо С этим праздником И поинтересоваться, сколько исполняется имениннику? Нам исполняется два года, 17 августа Мы стараемся праздновать его со зрителями и все вместе И если в первый год мы делали огромное открытие Мы готовили печенье для гостей с логотипами ЦСД Причем его готовила, это правда, модель Гуччи Рекламное лицо дома Гуччи Это сестра Натальи Запивохина В общем, она сама То есть у нас были такие брендовые, дизайновые еще печенье Что будет в этом году, мы сами еще не знаем Мы постараемся, чтобы всем было максимально весело И мы всегда приглашаем зрителей остаться с нами после Скорее всего, это будет в формате какого-то шоу В принципе, мы делаем драма-баттлы, мы делаем пицца-театры Это тоже достаточно интерактивные вещи Которые проходят в формате такого шоу больше, нежели спектакля Вы встречаете мой хор от моих котиков Пицца-театр проходит в виде читок такого квартирника Мы собираем гостей, там поем им песни Завешиваем все коврами, чтобы они чувствовали себя как дома Что такое драма-баттлы? Это импровизационный баттл артистов Изначально подразумевался артистов театр на театр То есть когда первыми у нас первопроходцами были лицейские театры и драма Мы были ведущими И это был такой турнир Мы даем им задание Они должны сначала сыграть как у себя в театре, либо просто в театре А дальше они вытягивают жанры, в которых они опять сначала до конца повторяют эту сказку От этого такая жизнь на сцене происходит Очень классная и очень интересная Потому что она сиюминутна Потому что театр от кино тем отличается Что здесь ты уже не повторишь, как было Даже если у тебя заданный спектакль, ты все равно его будешь делать немного по-другому Вы очень много переносите в онлайн пространство То есть вы ведете прямые эфиры своих репетиций У вас там, собственно, на спектаклях проводится какой-то онлайн опрос То есть почему такая тяга именно к цифровизации? Ну, мы же не можем отрицать развитие мира И мы сами пользуемся гаджетами, да, соцсетями Есть спектакль «У нас прекрасный бог ездит на велосипеде» Это вообще спектакль-гивка Это спектакль, который идет полностью на экране И это, в принципе, мы существуем в виде гивок То есть мы можем зацикливаться, повторять свои движения А сзади на экране всегда высвечивается какая-то гивка Которая вот характеризует сцену происходящую Во-первых, мы себя позиционируем как доступный театр, доступный каждому После каждого спектакля мы устраиваем обсуждение со зрителем Нам важно слышать вот этот фидбэк Обратную связь И у нас открытые репетиции То есть если зрители хотят, у нас прям это прописано Если вы хотите прийти на репетицию, вы просто нас оповещаете Мы говорим вам, когда это репетиция, вы приходите А не было каких-то случаев, когда кто-то просто пришел на репетицию А потом такой, я хочу играть И вот вы его даже, ну не то чтобы в труппу взяли, но хотя бы как-то с ним контактируете Как-то его привлекаете Катя Филон там у нас была роль, значит, в спектакле «Обещание на рассвете» А она до этого занималась в студии лицейского театра И там нужны были масса для массовых сцен Так у нас труппа небольшая, люди И, собственно, ее мы вот заняли в спектакле Кто ваша основная аудитория? Изначально мы себе позиционировали, конечно, рабочая молодежь Но рабочая молодежь – это аудитория самая тяжелая Потому что, когда ты работаешь очень много, ты хочешь прийти домой Посмотреть там «Игру престолов», «Чернобыль» и лечь спать Вот рабочая молодежь – это самая сложная аудитория Плюс еще наше название отпугивает людей Потому что центр современной драматургии Им кажется, что это обязательно какая-то непотребщина Звучит нецензурная брань, да, и там голые люди на сцене У нас этого нет Современная драматургия – это драматургия живых авторов То есть, если автор написал пьесу 20 лет назад, но до сих пор жив Это современная драматургия Чехов в свое время был современным автором Австровский был современным автором Как еще можно удержать внимание нашей молодежи Действительно, у которых сейчас более такое клиповое мышление Которых сейчас очень тяжело заинтересовать такими длинными монологами В общем, вот таким очень медленным, размеренным действием А как удержать? Наверное, когда ты действуешь на сцене Когда ты интересен, когда ты занимаешься делом Ты интересен другим людям Потому что можно смотреть на воду, на огонь И на работающего человека Любая прописная истина любого артиста Если ты занимаешься делом, это всегда будет интересно Если это попадает в них, это будет интересно К нам приходят очень часто подростки, которые остаются у нас в театре Ну, в смысле, они приходят к нам еще И бывают родители, пишут, что вот я никогда не могла затянуть в театр А у вас ему понравилось И был такой момент, когда мальчик 13 лет Вот мне писала зрительница, что вот ему очень понравилось Что он может высказаться в конце Это, наверное, тоже для них важно Потому что, мне кажется, нынешняя молодежь, она достаточно социально активная И у них есть какая-то позиция еще жизненная Как вы пьесы отбираете и что у вас сейчас в репертуаре? Ну, дело в том, что Светлана, она ученица Николая Калиды Это очень известный уральский драматург И у него своя школа драматургии Откуда, собственно, Светлана и вышла Ну и, естественно, все ее побратимы И сам Николай Владимирович Они сказали, что мы можем его пьесы И пьесы его учеников ставить бесплатно Это огромное спасибо им Потому что, и поэтому, конечно, в современной драматургии Мы ориентируемся на то, что выбирает Светлана Есть вещи, которые предлагает, например, Ярослав Максименко Приехал Сергей Захаркин Он захотел поставить камеру обскура по Набокову Далее мы смотрим уже сами на материал Как он называется в ком И вот так, собственно, его и ставим Вот как вы вообще думаете, вот современному автору Ему тяжело свою пьесу добиться, чтобы ее поставили Как ему это сделать? Ну, его пьесы, наверное, должны презентоваться На различных таких фестивалях, читах Есть определенные конкурсы драматургические Это вот конкурс Николая Владимировича Или до Евразии Конкурс Ремарка Правильно понимаю, в принципе, современная драматургия Это о тех же вечных проблемах О том же, о чем писали классики Там лет сто назад Там проблемы отцов и детей Любовь Абсолютно то же самое Но в новой рамке Ну, видите, проблемы-то на самом деле те же самые Но людям проще ассоциировать себя с чем-то красивым Если мы смотрим с вами чайку про проблемы того времени Нам проще смотреть на это И потому что мы немного можем себя от этого дистанцировать А современная драматургия, она все немного препарирована Когда ты не угадываешь, вот как у Чехова Люди пьют чай, а там рушится судьба у них Когда ты намеками понимаешь, что происходит А в современной драматургии тебе очень часто препарируют проблему Тебе ее вскрывают И, конечно, наверное, это не всегда приятно воспринимать Действительность, как свинцовые мерзости жизни Театр — это не кино Это не костюмные драмы Здесь не всегда должна соблюдаться какая-то хронология Точность, какое-то воспроизведение того, что было Здесь происходит, во-первых, это режиссерское высказывание Актерское высказывание, высказывание драматурга Скажите нам напоследок, сколько премьер у вас будет в этом сезоне? В этом сезоне мы получили грант от Союза театральных деятелей на постановку «Буря» «Буря по Уильяму Шекспиру» в переводе Татьяна Тульчинская Это первый такой перевод-адаптация, первый мировая премьера мы его ставим Далее мы должны поставить, нам выделили президентский грант на постановку бесов Бесы по Достоевскому инстанировку пишет тоже Света Баженова И это будет, опять-таки, у нас декорация, такие задворки омских университетов То есть это будет все-таки к нашим реалиям больше К Новому году мы планируем поставить спектакль «Винни-Пух» А он будет в рамках проекта «Стоакровый лес», где мы хотим опять затрагивать проблемы экологии В первую очередь к осознанному потреблению как-то двигаться Потому что нам кажется, это действительно сейчас важный такой вопрос И привлекать социально незащищенных детей, потому что они находятся в такой немного культурной изоляции Вы говорите про гранты, нереально спектакль поставить на оборот, который есть У нас есть спектакль за три тысячи Это спектакль «В Москву разгонять тоску» его поставил Игорь Костин, артист драмы Это спектакль, там просто такое решение, это «Картонная Москва» Я думала, там на сцене просто три тысячи вот так лежит Нет, мы потратили деньги только на краску, по-моему А костюмы нам приносили зрители, что-то у бабушек брали Ну, конечно, тяжело, когда у нас, если, например, детские спектакли невозможно делать нашими собственными средствами Потому что они должны быть красивыми Красочные А взрослые спектакли очень часто у нас идут за очень маленькие суммы Вот три-четыре тысячи, потому что те же наши художники Я не понимаю ни Дима Вержень, ни Никита Позняков, ни Татьяна Жарова с Генрихом Бефусом Как, почему они с нами работают, мы не понимаем Нам повезло, что Михаил Анатольевич Курцаев тоже арт-центр на Любинском Дает нам площадку по очень таким, я не знаю по каким расценкам Но они очень такие, почти меценатские И поэтому, но спектакли, как говорится, коврик и артисты это уже спектакль Поэтому мы с тобой, голь на выдумке хитра у нас, знаете, у нас Такие декорации на драма-баттл Ярослав делает каждый раз разные Использует там одни и те же вещи, но как-то в разном формате Лично у меня ощущение, что мы делаем театр городом Люди приходят, помогают Однажды нам просто принесли 100 тысяч рублей И сказали, только не уезжайте из этого города 13 августа Амичей приглашают в Птичью Гавой на экскурсию Где можно увидеть экзотических пернатых, а также подняться на 12-метровый маяк И посетить небольшой музей-заповедника Экскурсия бесплатная, но нужно записываться заранее 14 августа Амичей смогут послушать хиты культовых рок-групп Композиции Pink Floyd и Dire Straits исполнят новосибирские гитаристы А также они сыграют боснийский инструментальный рок В пятницу, 16 августа Амичей зовут танцевать и ностальгировать В парке на Королево дискотека 90-х Атмосферу создаст участница группы «Руки вверх» Лиза Роднянская Которая исполнит хиты звездного коллектива А также выступит группа Real Bad Boys Blue Всем быть в лосинах! А уже к выходным площадка парка на Королево Станет центром притяжения всех ценителей классической музыки В субботу, 17 августа, долгожданный симфопарк 2019 В программе «10 часов музыки под открытым небом» В исполнении симфонического оркестра Омской филармонии В воскресенье Амичей приглашают на арт-лекторий в кино Мировые деятели искусства расскажут с большого экрана о творчестве венецианского скульптора Антонио Канова Чьи работы хранятся в Лувре и Эрмитаже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова